Друзья, сегодня на моем канале предлагаю приготовить злаковые батончики гранола. Прекрасно подойдут для сытного, вкусного и полезного перекуса. Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч, я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим очень вкусную, полезную штуку. Батончики гранола. Этот рецепт мной неоднократно проверен уже и доработан. Так что у вас не будет неприятных нюансов. Все будет вкусно, полезно и питательно. Такой батончик можно брать с собой на перекус, можно давать детям в школу. Можно заготовить чуть больше, хранится он 7 дней в пергаментной бумаге, либо в пищевом контейнере. Итак, давайте же готовить и для приготовления нам понадобятся такие вот продукты. 400 г овсяных хлопьев грубого помола, 150 г сахара, 150 г сливочного масла, конечно же хорошего качества, 1 яйцо, 2 крупных яблока, примерно 400 г, 2 столовые ложки меда, мед можно заменить кленовым сиропом, 1 столовая ложка корицы и теперь вкусности и полезности. По 70 г берем сухофруктов и орехов. У меня миндаль, вяленая клюква, курага, фундук, изюм и 70 г грецкого ореха. Орехи можно заменять, можно немножечко удешевить, можно взять арахис, грецкий орех также, не добавлять допустим фундук и миндаль. А для начала нужно подготовить ингредиенты. Орешки нужно измельчить, либо порубить их ножом, либо как я сейчас буду на блендере, но не в порошок, не в пасту, а буквально секунду-две максимум, чтобы чувствовались вот эти вот крупные кусочки. Субтитры сделал DimaTorzok Курагу порежем на небольшие кусочки, размером с изюм. Яблочки нужно очистить от кожуры и от семян. И мелко нарезаем яблочки. Сковородку разогреваем на среднем огне. Высыпаем сливочное масло. Даем ему растаять. К маслу высыпаем сахар. Даем немножечко прогреться, чтобы сахар растаял. Высыпаем яблоки. И помешивая минут 5, карамелизируем. Вот смотрите, когда большая часть яблочек стала полупрозрачная, самое время добавлять овсяные хлопья. Корицу. И мед. И перемешиваем. И на медленном огне оставляем массу потомиться 5 минут. Овсянка пропиталась яблочным соком, сахарным сиропом, медом, корицей. Она стала мягенькая. И самое время отправлять сухофрукты. И дробленые орешки. И теперь всю эту красоту, вкусноту, полезную нужно хорошенечко размешать. Масса должна получиться не густая, не жидкая. Вот такая средне рассыпчатая. Если у вас получилась слишком забитая, слишком густая масса, не расстраивайтесь. Добавьте просто пару столовых ложек горячей воды. Вот такая вкуснотища у нас получилась. Ее можно просто даже брать и есть уже ложками. Но мы не ищем легких путей. Поэтому выключаем огонь. Добавляем одно сырое яйцо. И последний раз хорошенечко все вымешиваем. Берем форму с бортиком. Выстилаем ее пергаментом. Смазывать ничем не нужно. И выкладываем нашу вкусную массу. И разравниваем лопаточкой, слегка утрамбовывая. Духовку разогреваем на 170 градусов. И полезную вкусняшку отправляем выпекаться 25-30 минут. Смотрим по готовности. Как только появится приятная золотистая корочка на поверхности, значит наши батончики гранола уже готовы. Вот такой вид должна иметь овсяная гранола. Пахнет замечательно. В таком виде оставляем остывать 10 минут. И будем вынимать из формы. И нарезаем на порционные батончики. Батончики у меня уже остыли. Давайте их попробуем. Батончик получается в меру сладкий. На яблочной основе. Овсяные хлопья стали мягенькими. Сухофрукты, орешки хорошо чувствуются. Присутствует аромат корицы. Очень вкусно получается. И еще вам хочу подсказать, что я в этом батончике доработала. Обычно в батончиках не идут в рецепте яйца. Если не положить яйца, нет вот этой связующей, которая скрепляет. Батончики получаются вкусные. Но они не держат форму, вот как мои. И рассыпаются. Именно так я раньше и готовила. И вот это мое может быть изобретение. Я начала добавлять яйца. Получается вкусно, сытно, ароматно. Такие батончики хорошо взять с собой на работу. Положить детям в ланчбок в школу. Вкусный, полезный, сытный перекус. Если вам тоже понравился мой рецепт, поделитесь им с друзьями. Ставьте лайки. И чтобы не пропускать новинки на моем канале, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok